И мы продолжаем наш выпуск. Более 360 тысяч в тенге за детскую шалость. Такое наказание грозит родителям 10-летней школьницы из Петропавловска. Юная лжетеррористка набрала случайный номер и сообщила о заложенной бомбе в одном из домов областного центра. Подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Звонок на пуль 102 поступил 10 ноября в 15 часов 34 минуты. Полиция, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас на наш номер, похоже на детский голос, позвонили, сказали, что в доме заложена бомба. По словам анонима, взрыв должен был произойти через 20 минут. В течение 10 минут территория возле дома уже была отцеплена. Началась эвакуация жильцов. Поступила информация о заложенной взрывном устройстве в доме номер 48А по улице Валихана. Сразу же было сообщение, поступило на всем специальным службам. Выехали для обеспечения охраны и общественного порядка. Были задействованы сотрудники УВД, ДВД и их службы. В результате проведенных мероприятий эвакуировано более 300 жителей этого дома. Для них было обеспечено пункт обогрева в количестве четырех автобусов. Пока одни стражи порядка осматривали место возможного взрыва, другие опрашивали жильцов дома и очевидцев. В специальном подразделении Орланд результат для обнаружения... Сейчас происходит сбор, следственной оперативной группой устанавливается лицо, которое звонило на пульт 102, то есть в Центр оперативного управления, производится сбор материала и будет принято процессуальное решение в отношении лица, который звонит. Оказалось, звонила 10-летняя школьница. По словам девочки, она набрала случайную комбинацию цифр и сообщила с домашнего телефона о заложенной бомбе. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что детская шалость пятиклассницы обойдется ее родителям в кругленькую сумму. Штраф за подобные шутки составляет от 200 до 500 месячных расчетных показателей. Кстати, с начала года это уже пятый подобный факт. Троих шутников уже осудили. Ирина Панфилова при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.